ветер с моря дул приходил фидул когда я только начинал заниматься изучением истории как страны так и своего родного города история которого неотъемлемая часть собственно история государства российского я находился под очень большим обаянием пушкинской эпохи и серебряного века то есть мне казалось что вот это было именно то вот она все там было правильно чудесно волшебно и девочки и мальчики пукали фиалками и в общем то мне очень хотелось оказаться там среди этих людей я совершенно не понимал что этих людей было строго ограниченное количество и когда например вожу экскурсию там мимо бродячей собаки то вот говорю вот он вам серебряный век до в количественном его составе насколько туда влезала и первый сборник анна ахматова и анна андреевна ахматова вызван тиражом 300 экземпляров пушкинскую эпоху все было еще более грустно касательно этого момента но здесь речь даже не о том об этом вот очаровании понимаете об этом глянцевом фасаде той эпохи которая ну достаточно растяжима мы можем говорить и про пушкинский век мы можем говорить про елизаветинский век мы можем говорить и в общем то даже про начало двадцатого века но тем не менее когда я вот более плотно столкнулся с тем что называется малые истории да это вот французское изобретение это что в принципе игнорировала всегда советская методика вождения экскурсии вообще даже преподавание история вот это помню отчетливо по своему опыту я честно говоря ужаснулся и обалдел и сегодня я хочу буквально на нескольких примерах показать почему мы современные люди люди привыкшие вот к этим вещам да то есть ты берешь нажимаешь кнопочку такси приехал нажимаешь другую кнопочку это же служба привезла тебе пожирать нажимаешь еще третью кнопочку там еще какие-то вещи волшебные стали происходить почему бы там не выжили ни дня начнем с бытовых условий ну во первых вот я сейчас стою в центре петербурга и относительно чисто то есть во первых положен асфальт во вторых замещены набережные все и ездят поливалки не так активно как москве да но у нас они сейчас тоже ездят что происходило летом в петербурге в те времена все нормальные люди старались выехать из города потому что здесь стояла пыль здесь воняло навозом понятно какой транспорт ходил здесь могло нести вот отсюда прямо с возможными нечистотами ибо конечно было запрещено сваливать их туда но россия она как бы не менялась эпохами да и даже государственными строями если что-то где-то запрещено всегда найдутся те кто это нарушит и в жару вот особенно это очень хорошо описывал преступление наказание находиться было просто невыносимо кстати я забыл сказать про самое главное это ведь мы естественно не говорим о крепостных крестьянах ну это было просто то есть не для всех конечно но это был источник дохода основной источник дохода и они рассматривались только под этим соусом да к ним старались на самом деле в большинстве случаев относиться ну более-менее потому что опять таки все прекрасно понимали что если ты будешь к ним относиться не более-менее человек эти люди они просто не будут приносить себе бабла поэтому выгоднее конечно их поддерживать в этом состоянии но мы говорим конечно либо про дворянскую среду либо прозна про разночинную среду которая кстати в эпоху пушкина в общем-то фактически еще не было сформировано ну или там не знаю про какую купеческую среду и так далее то есть не вы но сима поверхность дорог была совершенно не приспособлена не для хождения не для езды грязь была непролазная вот у екатерины 2 есть прекрасное описание елизаветинской эпохи как там значит дамы в пышных платьях выходят и вот в это нечто попадают прежде чем сесть в карету такая же ситуация была и в пушкинскую эпоху да в общем-то и начале 20 века там на песках там в той части города которая тогда была за дворками и там в коломне это все то же самое наблюдалось мощение если она и была то она была изначально булыжниками я показываю в некоторых местах города сохранилось это дело и она была просто адом как бы лошадей тоже так так и для людей пытались мастить специальными деревянными там шашками восьмигранными и прямоугольными но это касалось только части центральных улиц и всего остального это как бы первый момент второй момент заключается в том что куда вы вы описали и как или в основном это ночные горшки затем они выносились так называемые отхожие места отхожие ямы которые были в каждом дворе каждом дворе был сильник дровник дровянник по разному их называли там зависимости от местности погреба всевозможные там сухие ледники и так далее ну вот и были эти отхожие места и в эти отхожие места с утра приезжали так называемые золотники на огромных таких битюгах лошадях с большими бочками и это все дело вычерпывали потом увозили в специальные места тоже куда их надо было сваливать субстанция расплескивалась периодически на улицах и в общем это добавляла прекрасного антуража вот прекрасные северной столицы александр сергеевича пушкина в стихотворении бедняк и богач там есть такие строчки я же с черства куска от воды сырой и пресной за сто метров с чердака за нуждой бегу известный то есть это показывает что он вынужден ходить за понятно какими делами во двор причем даже зимой на самом деле но зимой конечно все таки старались это дело делать дома но тем не менее что касается всех остальных гигиенических особенностей да то было привычка у людей ходить в баню я имею ввиду простых и бани приносили огромные деньги дворяне конечно могли позволить себе принимать ванну дома вот евгения онегина почитайте там это все прекрасно описано но русские люди конечно воняли меньше чем французы допустим которые вообще не было привычки мыться вот я уже говорил об этом людовик 14 молся два раза в жизни его помыли сразу после рождения и перед свадьбой помылся и все отсюда вся эта лютая французская парфюмерия заглушавшая эти запахи и это приводило к тому что ну ко многим вещам это приводило например к клопам и блохам вот а столько кустин своей книжке знаменитые путешествия в россию она это есть у меня на самом деле в отдельном выпуске на нескому проспекте и это будет путеводитель по нескому проспекту он написывает как он жил гостиниц европы как будто спасался от клопов то есть он нам даже попытался доставить принести ему чистый матрас из чистого сена поставил кровать четырьмя ножками в четыре таза с водой но это его не спасло клопы его все равно атаковали это было повсеместно на самом деле приедете вы большой дворец петербург и там в таком специальном стеклянном шкафу будет два замечательных предмета один это такая длинная палка с загнутыми пальцами которые принято было чесать голову под париком а вторая это такая коробочка из кости сделанная или из кости как-то правильно кстати и в эту коробочку соответственно помещался мед туда добавлялось несколько капелек крови и эта коробочка подвешивалась к патию таким образом мы туда собирались блохи и там застревали вот так боролись с этим делом в этой же связи надо сказать что если вам надо было перемещаться допустим в москву что кстати долгое время было исключительно прерогатива и частные регулярные перевозки они открылись как раз такие пушкинскую эпоху тащиться вам надо было больше чем двое суток и вы останавливались на так называемых постоялых дворах чтобы ждать перекладных лошадей лошади уставали их надо было менять их как правило не оказывалось на месте потому что прежде всего старались этих лошадей отдавать на какие-то там государственные нужды там фельдегерем и так далее и на этих постоялых дворах это вот блохи но было абсолютно общее место большая проблема и была детская смертность то есть ну медицина была понятно еще не на должном уровне развита но это было связано опять таки не только с медициной но и с той же самой гигиеной ну что же говорить если у александра первого обе его дочери умерли во младенчестве и он общем-то официально был бездетным товарищем у нас и поэтому старались конечно же на рожать как можно больше детей потому что но если выживала половина это очень хорошо это прямо успех успех если выживала две трети это прям успех тотальный если все выживали но это знаете можно заносить книгу рекордов гиннеса возвращаясь к медицинским вопросам несет никаких там ум с в дмс и прочего их там районах поликлиник только частная практика более более того то время врачи кстати еще не носили никаких белых халатов это уже вторая половина девятнадцатого века эта тенденция пошла врачи даже не мыли руки перед тем как вас осматривать и после врачи стоили крайне дорого но и это вас не спасало как бы без ну вспомним все того же александр сергеевича пушкина который долгое время мучился после ранения во время дуэли и умер от перитонита и вот советское время говорили что советские врачи его бы спасли да конечно бы спасли но вот на тот момент когда еще не было там не антибиотиков ненужных антисептиков вот пушкин к сожалению кончался и никто не смог ему помочь даже придворный врач аренд который честно ему заявил что в принципе дело табак возвращаясь к вопросам передвижения вам надо куда-то поехать ну во первых вы могли передвигаться только на лошади лошадь запряженная в коляску в карету едет крайне медленно то есть это одна лошадиная сила и когда появились первые у нас регулярные перевозки по низкому проспекту то амнибус они назывались да то есть это такая телега они были разных форм и конфигурации были калиберы или гитары их называли сажали людей спиной друг другу лицом к улице и называли их амнибус уже имел открытые 40 кучеников ну отгадайте по этот почему потому что вот в эту соответственно в этот вагон условно назовем вот так набивалось огромное количество людей тащилось это все крайне медленно и в общем ситуация не шибко улучшилась даже к началу 20 века на что было конечно конка находила по рельсам но ездила на тоже крайне не быстро и вот классическое стихотворение которое я всегда рассказываю конка обгони цыпленка то есть две несчастных плящи тащили этот вагон набитый под завязку одеться вот вам например нужно да было такое понятие возникшие тоже уже во второй половине 19 века магазин готова платье дело в том что вы не могли пойти в магазин ничего купить вам нужно было все сшить на заказ стоило это адски дорого материи стоили дорого услуги портных стоили дорого обувь стоила адски дорого то есть покупка сапогов шинели и так далее это была целая история ну вот классический пример на повесть google для шинель то есть покупка шинели несчастным чиновникам это но это как наше время не знаю но покупка автомобиля реально да то есть он в общем вот обеспечил себе комфортное существование зимой на много лет ну и соответственно то что он это или шинели лишился была сам настоящей катастрофой наконец если переходить от бытовых каких-то особенностей прошлого к общественным институтам то тут ну вообще просто полная труба свободы слова никакой да то есть цензура на всех уровнях любое произведение там литературные музыкальные так далее должно отдаваться цензурный комитет и дальше этот цензурный комитет может выносить там свои решения по этому поводу самые разные любая литература пришедшая к нам из-за границы в том числе и ноты должны точно так же попадать в этот цензурный комитет это было смотрите-ка у нас уже началась навигация еще раз встречался со своими гостями из москвы они сетовали что типа не покататься на корабликах а вот смотрите-ка катаются люди сейчас они будут подплывать дома старухи-процентщицы и тетенька будет говорить что с правой стороны и дальше дальше по заученному сценарию соответственно если вы что-то там где-то вдруг вякнете то ну в общем последствия могли бы самыми печальными естественно было развиты насказательный способ да то есть чтение между строк какие-то намеки так далее но и это пресекалась вы не могли собираться для каких-то там обсуждение общественных вопросов и так далее то есть были разрешены какие-то там светские тусовки и прочее естественно никаких там боже упаси политических партий то есть до 17 октября 1605 года это все вот просто забудьте и и так далее конечно эпоху александра второго была там намечена какая-то там студенческая автономия и какие-то были послабления в других сферах на самом деле кардинально капитально эту систему не изменила то есть любые общественные формации они были официально запрещены и отсюда например все эти очень странные процессы эпохи николая первого например дело петрашеств да то есть ребята там собирались может быть они типа что-то и замышляли но по факту если разобраться то это конечно детский сад с нашей точки зрения тем не менее их изначально приговорили к расстрелу да то есть вот достоевского за недонесение чтения письма белинского гоголя но это же как бы ну это даже не смешно на наш взгляд но вот тем не менее да это к вопросу о том что вот у нас сейчас нет а свободы слова представьте какого она была в те времена тоже касалось и свободы вероисповедания ну про евреев я даже не буду заикаться до лиц иудейского вероисповедания то есть там черта седлости и все такое прочее полтора процента высших учебных заведениях только можно было жить в столицах им было запрещено и так далее но это касалось не только лица там иудейского вероисповедания это касалось еще допустим были ограничения связанные и гонения определенного сорта связанные со старообрядцами да со староверами как их тогда называли и поэтому они все вот коллективно оседали допустим москве подальше ну не то чтобы подальше да то есть крупном городе но не в столице потому что там конечно было проще здесь у нас потому что процветала так называемая обновленческая церковь это те староверы которые мы пытались найти какой-то компромисс как правило такой компромисс внешне чтобы им позволили исповедовать ту веру которую они хотели слова жид она вообще была практически на официальном уровне употреблялась да причем ожидами называли не только евреев но и поляков ну и конечно же моя любимая тема это там женский вопрос женщина была никто и звать никак баба должна была быть на кухне варить борщи и в общем то она должна быть идеальной матерью и прекрасной женой у нее не было своего паспорта она всегда была списана в чей-то другой паспорт там либо в паспорт отца либо паспорт мужа она могла получить так называемый отдельный вид на жительство но это нужно было пройти через все круги ада может быть даже через некий общественный позор и так далее но вот если ты получала этот отдельный вид на жительство да тогда ты наконец могла вести свободный образ жизни но как свободный женщины не ну вот по крайне мере в первой половине двадцатого века они не могли допустим пойти в кафе но ты одна девушка ты не могла прийти в кафе дай бог с подругой лучше конечно с молодым человеком и в принципе хождение женщины в кафе был не принято потому что как правило это касалось там но это кокотки да какие-то там поставленные шлюхи грубо говоря на то есть вот они только где-то со второй половине то 100 века это ближе к двадцатому это тенденция началась всегда показываю знаменитую картину репина доминика это такой известный там кафе ресторан на низком проспекте где нет ни одной представительницы женского пола там одни мужики сидят потому что не было это принято женщина не могла получить высшее образование женщине могла найти себе нормальную работу кроме там какой-то швейки гувернантки и так далее ну и в общем короче светлое прекрасное чистое время и вот если совокупить все эти факторы и свести к единому знаменателю то мы вдруг получим эпоху полного тотального крайнего неудобства бытового абсолютного зажима в общественной жизни полного отсутствия каких-то там возможности самореализоваться общественном поле с нашей точки зрения и отсюда все вот эти вот там народные воли раздрп сэры и и все такое прочее безусловно и не стоит сгущать краски если бы все было настолько ужасно только в этом плане то наверное мы не знали там не великих литературных произведений и музыкальных не того сегодня пятого не десятого но я то я вам говорю это с точки зрения экстраполяции сегодняшней ситуации в прошлое да то есть когда там говорят вот типа вот были люди да люди были но они существовали в очень жестких условиях в которых еще раз могу сказать что мы вот когда там читаешь какие-то жалобы да вот люди пишут соцсетях вот там в банке у них что-то там не срослось вот там телефон у них там не заработал вот они звонили не дозвонились вот курьер опоздал на 20 минут и думаешь божечки кошечки это катастрофа или вот там отменяют какие-то значит не виды транспорта фарда перед народом такой проблем не стояла никаких видов транспорта пешком ходить нужно потому что это единственный доступный и дешевый способ передвижения но вот это вот так вот вот вкратце по верхам да еще раз хочу сказать не вдаваясь там какие-то более глубокие детали от себя хочу напомнить что книжка моя путеводитель по невском проспект уже в типографии мы идем по плану было заявлено что она выйдет 15 июля и судя по всему так оно и произойдет идут экскурсии в петербурге значит среда четверг суббота воскресенье как правило они проходят среда четверг 20 00 суббота воскресенье 18 00 разные темы они не повторяются вот я каждую неделю намечаю новые маршруты более того и новые даже для меня я продолжаю следовать свой родной город я показываю с парадной и непарадной стороны я вожу как по нескому проспекту и дворцовой площади так и по каким-то заставленным углам и закуткам чтобы опять-таки показать ну вот жизни и этот мегаполис в более-менее объективном свете ну и в общем то вот набрана группа но в костяк да но еще есть там я думаю там 56 мест вену 19 октября хотя вчера мы встречались и гадали поедем или не поедем мы не знаю ждем если границы не откроет стоили с другой стороны потому что вопрос не только как бы наш это вопрос еще и европейские то значит будет это все дело перенесено но пока вот на 19 октября намечено на конец января в париж ну как бы думаю об этом если интересно пишите но тоже не уверен посмотрим ситуации комментарии вот там там же все ссылки на мои там аккаунты сайт и все такое прочее задавайте ваши вопросы увидимся пока